здравствуйте наши дорогие подписчики друзья клиенты с вами арина извин канарес компания агентство по недвижимости которая работает уже более 12 лет на острове тонерифы и с прошлого года на costa blanco сегодня в нашем выпуске мы поговорим на тему о новом законе о жилье который вышел 27 апреля 2023 года переводе с испанского этот закон называется но его ley de la vivienda от 27 числа апреля 2023 года и закон затрагивает тему как долгосрочной аренды здесь в испании закон был подтвержден советом министров но еще не опубликован в официальном бюллетене испании не знаем сколько времени продлится сама процедура но закон уже вышел и мы должны постепенно привыкать к новым нормам которые коснутся как собственников жилья которые сдают в аренду так и арендатор какова основная цель нового закона о жилье как мы все знаем и понимаем за последние полтора года в мире происходило много событий которые привлекли на тенерифы много иностранных инвесторов иностранцы приезжают на острова покупают жилье которое впоследствии эксплуатирует как туристические апартаменты все это повлекло за собой проблему которая коснулась местного населения люди не могут себе позволить ориентовать жилье при нынешних зарплатах которые на момент на этот момент не повысились до достаточного уровня и местное население в прямом смысле чувствует себя немного вытесненным из этого острова если мы говорим об основных положениях этого закона первое это конечно запрет на повышение арендной платы более чем на два процента на 2024 год установлен на 2 процента как максимум повышения на 2025 год этот процент может вырасти до трех пока что процент не установлен мы об этом точно говорить не можем далее формация которая важна для собственников жилья запрещено повышать тарифы на свет воду включать в арендную плату налоги на недвижимость и кому не дат коммунальные услуги если вы сдаете свое жилье через агентство по недвижимости то по новому закону комиссию агентства платит сам собственник жилья они арендодатель это очень важно знать потому что до этого момента комиссионные сборы как раз платил сам клиент согласно новому закону правительство канарских островов будет создавать будет выделять новые земли для постройки социального жилья социальное жилье мы напомним это бивенда у в п о в п о в венда дэ протексион офисиаль или же жилье для малоимущих семей что поможет урегулировать ситуацию далее владельцы социального жилья у в п о венда проды протексион офисиаль не будут иметь право менять статус этого социального жилья при желании продать его через какое-то время если до выхода закона это было возможно то сейчас социальное жилье будет иметь свой статус перманентно очень тоже важно знать также не менее важная информация для для съемщиков жилья это продление контрактов на автоматической основе по их окончанию то есть если у вас контракт грубо говоря на один год аренды то при вашем желании желание продлевать его собственника это происходит автоматически как финальная часть нашего репортажа мы обратимся к владельцам жилья которые сдают свои апартаменты в долгосрочную аренду сделаем вам небольшую памятку закон выйдет закон будет очевидно на стороне арендаторов вам нужно как собственникам не забывать то смотреть на тех людей кто у вас арендует жилье тщательно выбирать профили клиентов для этого существует агентство по недвижимости такие как vim canarias если у вас возникает желание сдавать свой апартамент свою виллу свою недвижимость долгосрочную аренду мы рекомендуем обратиться к нам мы занимаемся продажей так и аренды уже на протяжении 13 лет поэтому вы смело можете обращаться к нам за любым советом по аренде спасибо вам за просмотр этого видео с вами была арина vim canarias наш располагается в торговом центре торговом центре плаза дель дюки мы вас будем ждать на следующих наших репортажах задавайте вопросы которые касаются темы аренды недвижимости если у вас есть желание снять жилье обращайтесь к нам несомненно мы вас ждем спасибо большое всем пока